Всем привет, дорогие друзья и подписчики моего канала. С вами я, Лего Стайл Номер 1, и сегодня я расскажу о всех видах протодермиса со вселенной Лего Бионикл. Тож, предлагаю начать. Продермис – наиболее широко распространенное вещество в бионикловском мире. Гадочное и в некоторых формах обладающее огромным могуществом. Практически всё в мире Бионикл сделано из него, включая живых существ, и за исключением воздуха и воды, окружающих остров Мата-Нуи. По-видимому, подобен материи в нашем мире. В метру Нуи протодермис добывали вону метру, зачем очищали в гометру и передавали в тометру для переплавки в металл. По метру и тометру этот металл использовали для изготовления необходимых вещей, включая маски-конохи, диски-конока, метатели и инструменты, что делало его переработку слючительно важной для моторонов. Большие количество протодермиса передавали в лиметру для строительства машин и заполнения транспортных труб. Протодермис может быть создан объединённым действием шести элементарных сил. Вот, кстати, сейчас на картинке пример, как шесть тоа метру запечатали макуту в протодермисе. Семи элементарными силами должны воздействовать тоа, а другие существа в биониковском мире на это не способны, к сожалению. Или, к счастью, протодермис, созданный таким образом, можно разрушить, если повторно сфокусировать на нём те же шесть элементарных сил. Теперь перейдём к видам протодермиса. Какие же они бывают? Жидкий протодермис сейчас у вас на картинке, твёрдый протодермис, особые виды протодермиса, протосталь, энергетический протодермис, протодермис биологической тканей. Жидкий протодермис, прозрачное серебристое вещество, заменяющее на метруну и воду, хотя на матану и была настоящая вода. Очищенный, приобретает слегка голубоватый оттенок. Твёрдый камнеобразный протодермис, твёрдый протодермис в форме камня, его добывают и собирают вону кора и ону метру. Твёрдый металлический протодермис, застывший очищённый протодермис, из него сделаны предметы, изготавляемые в метрунуевских кузницах. В том числе диски конока и маски конохи. Протодермисовый лёд, замороженный жидкий протодермис, из него сделаны кометровские башни знаний. Твёрдый кристаллический протодермис, может быть создан при помощи жезла затенённого или шестью тол различных элементов, объединившими свои элементарные силы. Протосталь, особая форма металлического протодермиса, самый твёрдый известный металл в донниковском мире, скорее всего, созданный жителями Артахи и переданный ими Ордену Матануи. Энергетический протодермис. Очень важная разновидность протодермиса со зубеспособностью. Он вызывает трансформацию всего, что его коснётся, но только если трансформация – судьба этого существа. Под его действием произошло изменение то Олдов, то Анула и появление Ракши. С другой стороны, моторы на одного из островов, добровольно подвергшие сами себя действию энергетического протодермиса, трансформируясь в проте-корнов – чудовищ, разрушающий всё вокруг себя. Кстати, они сейчас на картинке. Кстати, ещё два небольших факта. Энергетический протодермис – единственное известное на данный момент лекарство от вируса антидермиса. Появление растительности на Матануи было вызвано обширной протечкой энергетического протодермиса. Вот такой вот он. Протодермис биологических тканей. Протодермис этого вида составляет тела всех живых существ в бионикловском мире. И неизвестно только, полностью ли состоят из биологического протодермиса чисто органические Ракхи. На этом всё. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока и до скорых встреч!